Ну что ж, уважаемые дамы и господа, это обзор оперативника JB. Я уже, думаю, вы увидели, на чем я играю. Чаще всего это дробовик М20 и автомат М16. Также я использую на нем, на оперативнике, адреналин и умную бомбу. В случае, если у вас этого нет, то можно использовать практически все, что угодно. Хотите, можете использовать гранаты. Хотите, можете использовать все, что угодно. Итак, по тактико-техническим характеристикам пройдемся. У него стандартное здоровье 4300, и плюс с каждым уровнем будет повышаться дополнительное здоровье. У меня это получается 5370 здоровья сейчас. Минус 35 разброс при стрельбе, он процентов. То есть на автоматах как раз хорошо. Возможно на винтовках, на дальнюю дистанцию, чтобы точно не мазать. На дробовиках, но это такое себе под сомнением. Плюс у него 26,1% скорость смены оружия. Почему именно 26,1%, а не 26 ровно или там... Не поддаются никакой логике, ладно, как-то они там рассчитали. Тактическая перезарядка на 14,5%. Это помогает быстро сменить оружие в случае, если на вас бежит враг, который вы не можете, допустим, убить с автомата. Если он с вами сближается, а у вас не хватает урона на автомате, образно говоря, там или на чем-то еще, берите дробовик. Я именно воспользовался, как на всех оперативниках, на большей степени оперативников показывается, на чем лучше играть. То есть будучи на Моисея, значит, это пистолет и намек на то, что надо играть с щитом. Ухароны это... Ну ладно, мы сейчас не про это говорим, вы поняли. Тут нарисовано, что дробовик и автомат. Я именно так и сделал, и реально. Это помогает побеждать. С этим гораздо проще. Ну, с этим оружием. Конечно, можно сделать одно ближнее, одно дальнее. Допустим, вместо автомата поставить сюда винтовку. Кстати, вот новая винтовка, скоро на нее будет обзор. Я пока еще не получил ее. Вот, короче, можно поставить сюда винтовку. То есть бегать, как бегаешь обычно, да, под инъектором. А если ты не хочешь бегать, берешь винтовку и стреляешь. Также бывает частенько в разделе магазин, в пазлах появляется вот здесь скидка на пазлы, чтобы укачать. Если вы в классном клане, где у вас можете зарабатывать по 1600 с чем-то в месяц. Ой, не в месяц, а раз в 4 дня. То, в принципе, можно качать каждый раз по 25 пазлов и практически по уровню вверх идти. Итак, я предлагаю перейти в бой, потому что больше смотреть тут не на что. Покажу, как играется на совместном оружии, то есть дробовик и винтовка. И, возможно, со временем я поменяю на автомат и покажу другой вид геймплея. Попались мы против полного клана. Играть будет на этом персонаже гораздо проще, чем на других. То есть нужно и уметь играть на винтовках. То есть не то, что уметь, надо будет играть и на винтовках, и на автоматах, и на дробовиках. Короче, у меня есть только дробовик, куда я не могу перестрелять, потому что это Дэвид. Он прокачан на него 23-го увидит. Попробуем на другом вооружении. Я сейчас думаю на дробовике побежать. Думаю сначала залететь к ним в тылы. На машине залечу к ним в тыл. И с респа попробую их раскидывать. У меня еще умная бомба, если забываем, и энергетика. Чтобы покаять и по плану. Ну, как всегда, когда я снимаю видеоролик, пытаюсь сделать, чтобы по плану. Все, меня вынесли. Некоторые карты абсолютно не подходят для того, чтобы играть на JB. Это надо иметь в виду. И за то, что в игре есть... Вот мне другой JB перестрелял на уровне выше, чем я, насколько я помню. Короче, некоторая благодарность, я хотел сказать, благодарность тактику за то, что есть возможность иметь несколько оперативников в одном бою. Если не играется один оперативник, значит, это будет успех на другом. Сейчас попробую на винтовке кого-нибудь отстреливать. Вообще, надо залететь, конечно, к ним в тылы туда. Ну, или хотя бы по центру встать, чтобы быть выше, чем они. Вот Диана бежит. Ну, я ее... Я ее разнес, но не совсем до конца. У нас там пацаны занимают... У них рез. Надо снести вот эту штуку. Сазер. Вообще, если бы был автомат, было бы гораздо проще, чем вот эта винтовка. На этой карте имеется в виду. Была бы автомат, а не винтовка, я бы уже... Бедно бы практически не знал бы. Я бы уже давно бы избавился от этой головной боли. Блин, я не успеваю менять оружие, это надо прям... Это надо прям заморачиваться, понимать, что ты должен поменять оружие. Я привык играть на оперативников с одним видом вооружения. То есть, если я играю на снайпере, значит, только снайперская винтовка, я никогда не переключаюсь. На J.B. это надо привыкать к тому, что у тебя, кажется, еще есть одно оружие, которое в ближнем бою помогает. То есть, после того, как ты долго не играешь на J.B., где можно менять это оружие, начинаешь порой забывать про то, что... Возможно, это и был ключ к твоей победе. Просто поменяем его, да? Понятно, пока я к одному бежал. Ну вот. Умная бомба была деактивированная с азором. У меня почему-то побольше степени, когда начинаются показанные бои для видео. И почему-то идут они неудачи. Чем это связано? Хотя нет, сейчас гораздо проще стало. Надо приловчиться только. Тогда будет все чики-пуки, так сказать. Блин. Или не совсем. Но мы побеждаем. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Как он это делает? У него дробовик. Такой, что у меня. Не понимаю. Может, у него перки другие? Хотя нет. Такие же. На оружии такие же перки. Снайпер в спину стрелял. Я не успеваю. Это целый клан. Тяжеловато против клана играть. Очень тяжеловато. Что-то, ну... О, я его почти убил. Ну, как-то так. Предлагаю сменить вид вооружения на автомат все-таки, как и было. У меня вот такие перки стоят. У каждого могут быть свои. М16 выглядит, точнее, не так, а вот так. Ой, не то я нажал. Ладно, это без разницы. Погнали, попробуем в другом бою с другим видом вооружения. На этой карте должно быть немножко попроще. Потому что тут много укрытий. Плюс теперь у меня автомат. И, ну, несколько условий выполнено. Нету клана. Другая карта с большим количеством укрытий. Плюс есть ближнего и средней дальности оружия. Только все равно так же по привычке что-то неудобно. Я путаю кнопки записи видео. Смена оружия. Прыжок, ковырок. Слишком много действий. Надо еще что-то говорить. Надо обдумывать каждое слово. Поэтому если я что-то не договорил, или над чем-то обрывается у меня фраза, не обессудьте. Я стараюсь. Я пытаюсь не налажать. Я думаю, есть небольшой смысл все-таки попробовать до них доехать. Не как в том бою на респет сдохнуть, а доехать, кому-то задавить, отобрать сумку, еще успеть постреляться. О, это было близко. Это было очень близко. О. Отбираем сумку быстро, пока есть возможность. На автомат сменюсь. Хотя ладно, нужно дробовик быстрее будет. И побежали. Побежали, побежали, побежали. Есть. Все зависит, как говорил, от карты, от количества сокланосов в одном отряде. Ну ты что, идиот? Отобрал у меня сумку. Гадкий. Гадкий парень. Также, кстати, можно использовать еще прототипы. Допустим, можно иметь дробовик. Обычный дробовик. Плюс еще... Опа-на. Этого я не вывез. Этого я не смог. Я не додумался, что надо было ему на гранату кинуть. Можно, допустим, использовать дробовик и шестизарядный гранатомет. Как вариант. Я раньше так играл. Но единственное, что скорость будет ниже. Ну отстаньте от меня. Он мне просто переехал. Машина сзади. Тупой дебил. Он не умеет есть, он специально давит. Нафиг так играть? Что ты делаешь? Он как будто специально меня хочет задавить только, и все. Что ты делаешь? Ты тупой? Походил тупой. Я думаю, это было очевидно, что он пытался именно меня задавить. Просто он не умеет есть. Потому что когда я был с сумкой, он меня задавил. Если я не ошибаюсь, это был он. Он никого не давит из противников, но зато он попадает, когда я еду. Ну что он делает? Нормально надо было сейчас просто. Вот я отобрал сумку, выбежать с тачки и забрать. Забрать сумку. Я видел несколько раз такое. Когда человек просто специально понижает рейтинг. Я сам так несколько раз делал. Хотел попробовать поиграть с нуля. Снизил рейтинг на 200. Понял, что мне скучно. Ну так играть, так весело играть. Это не мой геймплей. Понятно. Ну и когда я понял, что это не мой геймплей, я просто перестал этой охенеей заниматься. Над нами уже в открытую стебуца. Вон парни уже прям просто бегают кто куда. Им пофигуру. Ну как-то так. Короче, когда в команде есть бараны, дуболомы, победы никогда не будет. И что же я в конце могу подытожить? Ну вообще, JB классен тем, что у него есть два вида вооружения. Это получается, что у вас есть, допустим, один оперативник на винтовке, второй на автомате, а третий, допустим, у вас будет на дробовике и плюс, допустим, поставим сюда, ну не знаю, вот МГЛ или, допустим, капицу. Пускай стоит, да? Можно попробовать без дебилов поиграть, допустим, в тренировке. Мне кажется, тут уже будет больше шансов на то, чтобы более подробно и детально показать, как это все работает и покажу вам, как мешает, насколько сильно мешает прототип JB. Ну, допустим, скорость и перезарядки у прототипа, ну, она маленькая, тоже перезарядки. То есть практически было бы проще иметь на себе ландау, ландау эту штуку, потому что перезарядка сбрасывается, когда вы, ну, стреляетесь. Ну, в смысле как, если вы, допустим, начали, ну, стрельнули капицей, делать кувырок, зарядка, ну, перезарядка вся сбрасывается. И надо все по новой. На прототипах, как по мне, играть, ну, то есть, смежно, типа, допустим, дробовик и капица, или капица и МГЛ, просто неудобно, потому что скорость передвижения смесь маленькая, какая. Я вот бегу сейчас с капицей, а теперь с дробовиком. С капицей, да, и с дробовиком. Ну, если с точки зрения, когда с предметами, наверное, тогда есть смысл на JB ставить, ну, капицу. Ну, или МГЛ, допустим, чтобы вдаль стрелять. Но, я еще раз повторюсь, если, допустим, вы постреляли с МГЛ, допустим, да, с шестезарядного гранатомета, то, когда вы сразу же смените это вооружение на дробовик, образованный, на второе оружие, то перезарядка у вас там, ну, не осуществлялась. Сейчас вот, допустим, покажу, да, я вот беру предмет, на профиг кидаю его, у меня оружие, кого-то там стреляю, да, и оно у меня не перезарядилось, нифига, мне надо теперь еще ждать какое-то время. То есть вот я бегаю, да, мне надо резко достать его, то есть анимация, в принципе, показывает, что дробовик перезаряжается. Смотрите, сейчас я, вот, видите, у меня, допустим, где написано «объявлена охота», дробовик типа перезаряжается, пока я бегаю со вторым видом вооружения. Но это очень долго, то есть, в принципе, можно бегать с одним видом вооружения, а если потребуется сразу второе, то вам придется дозаряжать. То есть вот он дозарядился. Это, наверное, один из плюсов, что типа можно просто забить фиг и, ну, менять оружие так, как хочешь. Но, с другой стороны, скорость перезарядки очень маленькая, очень низкая, точнее, я так сказал, не маленькая, а низкая. Как по мне. В конечном итоге я вам скажу так. В наличии иметь такого оперативника нужно. Нужно иметь у себя, как называют, в казарме абсолютно всех оперативников. Я объясню для чего. Чтобы понять, что за, ну, какой у вас стиль игры, нужно реально поиграть практически на всех оперативниках. Ну, я имею в виду про эпиков. Можно, конечно, и про редких поговорить, но я думаю, это неинтересно. Мы говорим про эпических. То есть, имея, допустим, только, допустим, JB одного, да, у себя в казарме, вы всегда будете хотеть поиграть, допустим, на Моисея, на Чен-Ли, на всяких там, на Харонах и так далее. Вот. Но вы не будете знать, насколько вам реально интересен этот геймплей. Я очень долго играл на злом. Ну, практически месяцев пять. Прям подряд. Не уходя от него. То есть, чисто только злой. Какой-нибудь там варк и что-то еще. Типа. Но я большую часть своей игры посвящал именно злому. Сейчас время прошло, мне надоело бегать и делать одно и то же. Поэтому я играю вот чаще всего это, ну, Рэй, Мира. Ну, и все, в принципе. Бывает на Моисея. Ну, в итоге всегда Харон раньше был. Ну, когда появился у меня Рэй с Инвизом, зачем мне тогда нужен Харон? То есть, некоторые оперативники сами себе бесполезны. Но я буду все рассказывать. Про всех остальных оперативников я буду так же рассказывать, как сейчас. На этом всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Мне нравится ваша активность. Мне нравится, что вы комментируете, подписываетесь. На этой неделе подписалось на меня больше 70 человек. Надеюсь, что когда-то я смогу монетизировать хоть как-нибудь этот видеоконтент и вообще любая активность, любая лайк, дизлайк, какой-нибудь комментарий, что все неправильно, все плохо, это дает мне понимание о том, что я делаю правильно, а что я делаю неправильно. Всем большое спасибо за просмотр. Желаю всем добра, здоровья, процветания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok